Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, о чем мне рассказывают в учебниках истории. Этот сезон мы выпускаем при поддержке платформы по выполнению заказов в такси «Яндекс.Про». В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про истории, связанные с рынком извоза и о том, как развивалась эта профессия. Свежий ветер, запах соли и йода, слышен крик чаек, голосогрузчиков и прохожих, вокруг люди в самых разных одеждах и головных уборах, но большинство в тюрбанах и фесках, потому что мы с вами в Константинополе, на причале в бухте «Золотой Рог». На рейде встает пароход, на его корме трехцветный белый-синий-красный флаг, на носу имя – «Царь». Пароход прибыл из Одессы, пассажиры с него пересаживаются в шлюпки и лодки и потихоньку переправляются на берег. Сначала – обеспеченная публика, мужчины в костюмах и шляпах, дамы, их всего несколько десятков. Но за ними идет поток крестьян, точнее даже крестьянок, потому что женщин в их числе гораздо больше. На плечах – котомки, в руках – посохи, на головах – платки, они тихой серой массой выходят на Галатскую пристань. Их несколько сотен – мужчин и женщин, и они, ведомые проводниками, уходят в узкие, шумные улицы Константинополя. Это путешественники, паломники со всей Российской империи, от Польши до Сибири. И Константинополь – это, так сказать, главный туристический хаб. Отсюда часть из них, только мужчины, поедут на Афон, а большая часть – в Палестину. На всем протяжении их пути, откуда бы они ни ехали, начиная от Аркутска и заканчивая Юрусалимом. Есть специальные гостиницы, больницы, церкви, для них издаётся литература, книжки, буклеты, карты, брошюры. Они понимают, что брать с собой в путь. У них в котомках специальные документы, они знают, на какой поезд и на какой пароход садиться, где выходить. Есть даже классический набор сувениров, которые паломники перевезут с собой из Святой Земли. Ну, то есть, не сувениров, простите, евлогий. Это путешествие будет главным впечатлением их жизни. И все соседи будут потом годами слушать истории паломников, которым повезло своими глазами увидеть афонские храмы или искупаться в Иордане. И в начале 20 века до 10 тысяч крестьян ежегодно проходят этим маршрутом. И с каждым годом их число растёт. Нет, ну, просто реально, представьте себе, вот вы крестьянка из Томской губернии, из села, вам полтинник, вы почти не умеете читать и никогда не были за пределами губернии, у вас даже паспорта нет и не было никогда. Да, в общем-то, даже если бы вы были образованным, грамотным городским жителем при деньгах, вы тоже никак не сможете купить билет на пароход и забронировать хостел в Стамбуле удалённо. Интернет-банкинга, Airbnb, пока что не изобрели. Тем не менее, тысячи крестьянок ежегодно отправлялись в Святую Землю и возвращались назад. И вот как это происходило. Возьмём, действительно, для примера, крестьянку из Томской губернии. На дворе у нас 1900 год, допустим, ей 55 лет, рожала она 7 раз, выжила в трое сыновей, у каждого уже есть своя семья и дети. Это реально среднестатистический портрет паломницы в Иерусалим. Ну, пожалуй, кроме того, что она из Сибири, вообще из Сибири, честно говоря, не так много народу ездила. Я беру сегодня Томск, чисто чтобы было посложнее. Назовём нашу женщину, скажем, Мария. Мария Ильинична. Откуда у Марии Ильиничны вообще взялась идея, что до Иерусалима можно добраться и потом вернуться домой? Ну, то есть, да, она, конечно, за свою жизнь в деревне встречала даже пару раз странников, которые были в Иерусалиме. Но эти люди дошли туда пешком. Это, конечно, тоже опция, но такое странничество это духовный подвиг. Такой подвиг нашей Марии Ильиничны как-то не по плечу уже. Ей нужно что-то более лайтовое. С трансфером, с проживанием, со всем таким. Понимаете? Так вот, в Томске не так давно открылся офис Императорского Православного Палестинского Общества. Палестинское Общество или сокращенно ИППО это очень важная для нашей сегодняшней истории организация, это просветительское и научное общество, но для нашей паломницы Марии Ильиничны оно будет выступать по сути как турагентство. И эту аббревиатуру вы услышите еще много раз за сегодня. Так вот, местное отделение ИППО уже несколько лет устраивает собрания с лекциями и Мария Ильинична была на них. На собраниях рассказывают об истории и географии Палестины и не просто рассказывают, а еще и показывают слайды с помощью проектора. Чтение с картинами производили на слушателей глубокое впечатление. Многие, особенно преклонного возраста, со слезами на глазах благодарили Господа, что Он привел их на картинках посмотреть на святые местности, о которых они слышали на чтениях или от паломников. При появлении на полотне каждой новой картины многие из них осеняли себя крестным знамением и из груди вырывался вздох и восклицание «Господи помилуй». Кстати говоря, Палестин в то время это не то же самое, что сейчас. Это довольно конкретная область в Османской империи. Область эта включала в себя и современный Ливан, и часть Сирии, и части Ордании, а вот юг Израиля, например, не включала. Но вообще для Марьи Ильиничны слово «Палестина» означает нечто совершенно иное. Это обозначение конкретно святых мест, связанных с жизнью Иисуса. Так вот, просветительским лекциям возвращаясь, лекторы эти ездили по деревням и иногда проводили такие лекции по три раза подряд за вечер. И Марья Ильинична на них была. Кроме того, Марья Ильинична с лекций приносила домой картинки со святыми местами, буклеты и листовки палестинского общества, в которых рассказывалось о местах, по которым ходил Христос, а еще объяснялось, что надо сделать и куда обратиться, чтобы самой отправиться в путешествие. Она, кстати, да, умеет читать, но с некоторым напряжением проще попросить сына прочитать. Зачитаны, в общем, эти брошюры просто до дыр. Кроме того, знакомый Иерей из Богородицка Алексеевского монастыря ездил в позапрошлом году в Палестину с помощью как раз общества и рассказывал много интересного. И вот Марья Ильинична тоже решает, что она хочет поехать. Что для этого нужно? Ну, самое сложное, конечно, как и сейчас, это деньги. На поездку на одного человека общим счетом нужно примерно 250 рублей. Это для крестьян довольно-таки много, и большинство никогда таких денег в руках не держало. На наши сегодняшние деньги это будет, ну, скажем, 1300 рублей. Ну, то есть, это много, но в целом не запредельно много. Зажиточные крестьяне могли себе позволить такую сумму, а некоторые тратили вообще-то и больше. 250 рублей это прямо по минимуму. Но не обязательно быть кулацкой с семьей, чтобы побывать в Палестине. Вот, например, Марье Ильиничне помогли дети. Трое взрослых детей, у двоих земельные наделы, один живет и работает в Томске приказчиком. В общем, большую часть суммы в семье насобирали, а остальное собрать помогли всей деревенской общиной. Тут можно спросить, а с чего бы соседям, которые тоже не сильно состоятельны, скидываться соседке на дорогу до Иерусалима. Ребята, ну что вы, поклониться святым местам это дело богоугодное. Одна Марья Ильинична принесет благословение на всю деревню. Кроме того, она помолится за всех соседей, которые скинулись в храме гроба Господня и свечку там поставит и службу закажет за здравие в Иерусалиме у самого патриарха Иерусалимского. Понятное дело, что молитва со святой землей действует в сто раз сильнее, чем из-под Томска. Плюс еще Марья Ильинична привезет подарки с благодатью из святых мест. В общем, соседи не просто денег дадут, они еще плакать при этом будут от радости. И вот, с помощью всей деревни она набирает 250 рублей. Вопрос, что, муж думает на весь этот счет? Ну, вообще говоря, крестьянки часто ехали в паломничество, будучи вдовами. Я, честно говоря, не успел решить, вдова ли Марья Ильинична, но даже если нет, она в целом все свои задачи решила. Детей родила, внуков помогла поднять, можно в целом дать жене отправиться в Иерусалим. Я действительно не шучу, женщины путешествовали чаще. В начале века примерно три четверти от всех паломников были женщинами. Так, окей, деньги есть, что дальше? Дальше документы. Марье Ильиничне понадобится внутренний паспорт, чтобы путешествовать по России, заграничный, что, соответственно, за границей. Заграничный она получит в Одессе, я про это еще расскажу, а вот внутренний паспорт она получит в своем селе в волосном правлении. Поскольку Марья Ильинична до этого никуда за пределы своего уезда не выезжала, паспорт ей был не нужен. Подданные империи могли прожить всю жизнь без паспорта, он не необходим. Паспорт этот без фотографии, он выглядит даже не как книжечка, как просто бумажка такая, его делают бесплатно, быстро, и он действует год. В целом можно получить пятилетний, он уже будет как раз книжечкой, как мы привыкли, и пошлина за него будет 50 копеек. Но зачем тратить деньги? Сэкономим. Для получения паспорта, внутреннего, нужно согласие мужа, и поэтому в контору они пришли вместе. Дальше нужно зайти в отделение полиции в Томске и получить справку о неимении препятствия к выезду за границу. С этими документами Марья Ильинична отправляется в местное отделение императорского палестинского общества, получает там подробную консультацию о путешествии и приобретает именную паломническую книжку третьего класса за 78 рублей сроком на год. И это самая крупная трата за это путешествие, но эта паломническая книжка решает практически все проблемы в дороге. Это одновременно. Билет на все поезда и пароходы туда и обратно. Бронь, жилья в Иерусалиме. Обеспечение гидами, лекторами и плюс еще страховка на случай болезни. Просто ни о чем не надо думать. Это реально гениальное решение. Именно благодаря ему с конца 19 века в десятки раз увеличивается количество крестьян, которые путешествуют из России на Афон и в Палестину. Что это такое паломническая книжка? Это представьте себе такую книжечку, да, размером с современный паспорт. У нее есть номер. На первом развороте указано, кому она выдана, то есть она именная, и маршрут поездами от Томска до Одессы и затем пароходами от Одессы до Яфы и обратно в том же порядке стоит печать и подписи секретаря и уполномоченного общества. А следующая страница это отрывные талоны. И работало это так. Марья Ильинична придет с этой книжкой в кассу вокзала в Томске. Кассир вырвет соответствующую страницу талон и выдаст Марье Ильиничне вместо него билет на поезд. И дальше будет в том же духе. Это было реально удобно, потому что не надо везти с собой деньги на проезд. Это было безопасно, потому что воровать книжку нет смысла, она же именная. И это было еще экономно, потому что палестинское общество не зарабатывало на книжках. Ну то есть там она чуть-чуть зарабатывала, прям копейки на самом деле. Эти книжки были сделаны чисто для удобства и для стимулирования паломничества. Короче, эта паломническая книжка решает почти все проблемы Марьи Ильиничны. Дальше надо собраться в дорогу. Ну тут все просто. Марья Ильинична возьмет одну смену одежды, которую понесет собственно на себе и узелок на спину. В узелке будут лежать документы, деньги, сухари, чай, посуда, иконка, вторая смена одежды и отдельно чистая белая сорочка и чулки. Сухари это будет основной запас еды. Этот последний продукт до такой степени в ходу у наших богомольцев, что стоит упоминание. Редкий поклонник не несет с собой фунтов 10 или 20 сухарей, что ему пригодится не только во время двухнедельного перехода по морю, но и в Палестине, где он и на вес золота не достанет кусочка русского черного хлеба. 20 фунтов сухарей это примерно 8 килограмм. Еще Марья Ильинична берет с собой жестяной чайник. Чайник это прям непременный атрибут паломника. Жестяной чайник этот необходимый паломнический спутник, единственный, можно сказать, их поилец, кормилец и даже утешитель во всех скорбях и лишениях. И осталась последняя необходимая часть перед путешествием. Кстати, угадаете, что? Конечно, отслужить напутственный молебен. Но все, после этого можно в путь. С Богом. Это специальная рубрика, которую мы делаем с партнером подкаста, с платформой по выполнению заказов такси Яндекс.Про. И в ней мы делимся историями о том, как развивался рынок извоза и такси до революции и о том, как его принимали тогдашние жители. Перенесемся из Сибири на время в столицу. В начале 20 века, как раз, когда наша Марья Ильинична отправляется в путешествие, у жителей Петербурга было несколько вариантов передвижения. Пешком, на конке, это такой предшественник трамвая, когда вагон за собой тащит лошади. На извозчике можно поехать и на собственном, как это называлось, выезде. Последнее позволить себе могли только очень богатые люди, так что все более-менее обеспеченные ездили на извозчиках. Больше того, если вы едете, например, на бал или в театр, то извозчик это вообще единственная опция, потому что вот что, например, вспоминал гвардейский офицер Макаров. Вследствие климатических условий тротуары бывали часто достаточно грязны. Для поездки в тонких лакированных ботинках на бал или на обед извозчик был единственное возможное средство передвижения. Вообще, извозчике была довольно крупная статья расхода. У ведущего светскую жизнь офицера на них выходило до 30-40 рублей в месяц. 30-40 рублей это неплохая зарплата рабочего в то время. Гвардейский офицер, кстати, считали самыми лакомыми пассажирами, потому что им по неписанному кодексу запрещалось торговаться. Но основной заработок все-таки давали не они, потому что их было не так много, и не чиновники, потому что чиновники предпочитали конку уже. Самыми частыми седоками были коммерсанты и приказчики. Приказчики это, говоря современным языком, менеджеры. Они давали основную кассу, потому что целыми днями ездили туда-сюда, но, к сожалению, они недолго ездили, потому что рабочий день заканчивался около пяти, и вот тогда извозчикам уже следовало ехать к театрам и ресторанам, ловить клиентов здесь. А если вы ищете подходящий формат работы, и у вас есть водительские права, то получайте достойный доход и работайте в такси в удобное время вместе с приложением Яндекс.Про. Чтобы присоединиться, можно перейти по ссылке в описании эпизода или позвонить по номеру 10-0-2. Итак, Марья Ильинична в конце февраля отправляется на вокзал в Томске, это чтобы успеть на пасхальную неделю в Иерусалим. Она едет в Палестину не одна, со всех концов губернии к отправлению поезда еще приехала около 10 человек. Среди них несколько крестьянок и пара священников. Кто-то едет по паломническим книжкам, как Марья Ильинична, кто-то сам, и все они, конечно, до конца путешествия будут держаться друг друга. Муж провожает Марью Ильиничну, но его не пускают на перрон, потому что если у тебя нет билета, то для входа на перрон нужно было купить отдельный перронный билет, ну и муж решил сэкономить. Обычно, кстати говоря, из-за этого на перронах Российской империи среди провожающих была только чистая публика. У Марьи Ильиничны в руках так называемый составной билет Томск-Одесса, который дает право на проезд до самого моря. Но, как вы, наверное, догадываетесь, прямого поезда Томск-Одесса не существовало. И сначала Марья Ильинична доедет до Челябинска. Там надо будет сделать пересадку, но вот этот билет составной, он будет действовать весь маршрут. Вся группа едет третьим классом. Вагон третьего класса, вот этого вот поезда Томск-Челябинск, напоминает по конфигурации современный плацкартный вагон, только с деревянными скамьями, и они не складываются, и боковые места только сидячие. В билете не указано место, можно сесть на любое. Вагон не переполнен, так что, когда наступит ночь, Марья Ильинична положит под голову котомку, помолится и поспит прямо на скамейке. Раздеваться, конечно, она не будет. Это ужасно неприлично. В вагоне есть туалет, но нет умывальника. Еще в вагоне душно, воздух спертый и прокуренный, потому что все курят не выходя. Марья Ильинична, конечно, волнуется, но ее поддерживает, что она едет не одна. Все группы они молятся и устраивают в вагоне уголок с иконками. На всем протяжении пути, на остановках заходят и выходят местные крестьяне, и, видя по характерной одежде и по сопровождению священников, что это едут паломники, крестьяне подходят к ним и просят благословения. Всем вагоном поют песни, на остановках бегают на станцию за кипятком для чая. Вот как описывал Иван Бунин путешествие в третьем классе. Я вошел в людный третий классный вагон с таким чувством точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. Вот я уже несколько освоился с множеством чужих, грубых жизней и лиц вокруг себя. Несколько разобрался в них и вместе с чувствами своими личными стал жить и чувствами к ним. Слабый свет фонаря печально дрожал, качался по деревянным лавкам. Я проснулся на жесткой вагонной лавке, весь закоченел от этой жесткости и утреннего холода. Увидал, что за белыми от пота стеклами ничего не видно. Совершенно неизвестно, где идет поезд. И почувствовал, что это-то и восхитительно, это неизвестность. С утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него. Белое утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом. От быстрого бега вагона бьет по рукам, по лицу точно мокрым бельем. Скорость движения дореволюционных поездов примерно такая же, как и сегодня, на самом деле, у обычных примерно Мария Ильинична уже в Челябинске. Здесь вся группа просто садится на следующий поезд. То есть в ближайший поезд Челябинск-Воронеж. В том самом составном билете Марии Ильиничной не только не указаны места, но и номера поездов и время отправления тоже не указаны. Можно просто в любое время сесть в любой поезд, который двигается в нужном направлении. А если места в этом поезде не будет, то придется подождать следующего. Ну а поскольку Мария Ильинична едет с группой от конечной до конечной, то места всегда есть. В общем, примерно за 10 дней, сменив 4 разных поезда по маршруту Томск-Челябинск-Воронеж-Киев-Одесса, вся группа вместе с Марией Ильиничной прибывает к морю. При этом, конечно, на пересадках Мария Ильинична обязательно побывает в разных местных святых местах. В Воронеже обязательно надо в Задонск сходить, поклониться там святителю Тихону, а в Киеве, ну как минимум в Киево-Печорскую лавру и в Софию-Киевскую. В Одессе, чтобы решить все необходимые дела, нужно было провести около трех дней. Мария Ильинична, согласно рекомендации палестинского общества, останавливается на Пантелеймоновском подворье Афонского монастыря. Это буквально через дорогу от вокзала. Тут она живет в общей женской палате. Оплачивать проживание и кипяток не надо, по идее, но не оставить пожертвования не получится. В подворье стоит сквозняк, окна открыты. Мария Ильинична, поборов стеснение, попросила прикрыть форточки, не дай бог простудиться, но местный послушник объяснил, что форточки открыты специально и постоянно, потому что из уборных идет тяжелый запах. Три дня в Одессе нужно провести для того, чтобы получить загранпаспорт, причем три дня это реально очень быстро. Ну то есть по сегодняшним меркам это вообще мгновенно, но и в то время это необычно, потому что если делать загранпаспорт в своей губернии в обычном порядке, то его можно прождать месяц. Так вот, по той самой паломнической книжке императорского палестинского общества из которой уже вырван талон за проезд в Томск-Одесса, Марья Ильинична идет как бы по зеленому коридору. В день приезда она пошла в казначейство на Херсонской улице, поставила там подпись под заявлением о выдаче загранпаспорта, заплатил 50 копеек за бланк паспорта и 80 копеек за оформление. С этим прошением, квитанцией об оплате, справкой от томской полиции, внутренним паспортом и паломнической книжкой она отправилась в канцелярию городоначальника отдавать заявление. Прямо на следующий день паспорт готов. Дальше с этим паспортом она идет в турецкое консульство за визой. Виза стоит еще 2 рубля, консульство открыто с 11 до 2 часов дня. И затем можно еще успеть в пароходную кассу. Палестинское общество имеет договор с русским обществом пароходства и торговли, сокращенно РОПИТ. И в кассе РОПИТа у Марьи Ильиничны оторвут очередную страницу с паломнической книжки и выдадут билет на пароход. То есть в целом можно управиться за 2 дня, но Марья Ильинична уже не такая резвая, как в молодости, и на второй день предпочла сходить на службу, а окончить дела на третий день. Монахи предлагали сходить в пароходную кассу вместо нее за отдельную плату, но Марья Ильинична отказалась. Надо экономить. Если что, монахи с паспортом были готовы помочь, тоже за чаевые. Они в целом наводили суету в этом смысле. Локация тоже очень удобная. Самый центр рядом с вокзалом. Но вообще Марья Ильинична к этому хаслу относится с сомнением. В общем, на четвертый день вся Томская группа вместе с другими паломниками со всей России поднялась на борт парохода «Царь» и отправилась в Константинополь. На царе помещалось примерно по 30 человек в каютах первого и второго класса и 100 человек в общих помещениях третьего. Это в трюме среди багажа. Отдельных кают у третьего класса не было. Свои палобы тоже. Все ехали в одном помещении. Можно было разве что иллюминатор открыть. Жара. Все курят. Вши. Лежат, конечно, не как сельди в бочке все, но вообще довольно тесно. Но успокаивает, что большинство пассажиров это паломники. Кто на Афон, кто в Палестину. Еда своя. Сухари. Вода стоит две копейки кипяток, чтобы заполнить чайник, а питьевая вода бесплатна. В общем помещении сразу выделили красный угол, повесили там иконки и свечки, украсили полотенцами, зелеными ветками. И там паломники все вместе молились, а священники, которые плывли со всеми, отправляли службы. Марья Ильинична свою иконку из узелка поставила по каемке борта рядом с собой. Там была такая удобная приступочка. Отношение моряков от офицеров до кочегаров к паломникам было презрительно. Антипатия к бездельникам, святошам, побродягам, баранам, богомольцам, как любят называть последних офицерства пароходов, доходит до того, что ее не стесняются высказывать даже вслух. Толкнуть, обругать, ткнуть и вообще причинить какую-нибудь небольшую неприятность паломнику, такому же пассажиру, ни во что не ставится офицерами. Глядя на них и матросы часто позволяют себе непростительные шуточки относительно безобидного, безответного поклонника. Некоторые офицеры пароходов выказывают такое явное презрение к русскому паломнику, что даже туркам, арабам и тому подобным дают лучшие места, чем русским, основываясь на том, что те будут понежнее и по избалованнее наших, да кроме того, идут по своей нужде, а не шататься по богомольям. На четвертый день пароход вошел в Босфор и бросил якорь вблизи Галатской пристани, это сейчас район Каракей. Сначала надо пройти таможню, причем османские чиновники, которые проверяют паспорта, придираются и выбивают взятки за все подряд. Но, слава богу, все позади. Надо пройти всего лишь пару минут от пристани в подворье Пантелеймоновского Афонского монастыря, где опять в общем помещении можно было жить. Вокруг уже страшновато. На улицах, говорят, непонятно, деньги тут тоже чужие, ну и вообще басурмане. Через дорогу от подворья церковь, в которую, конечно, пошла помолиться Марья Ильинична. Церковь устроена на шестом этаже соседнего здания, обычного жилого дома. Там помещение купили еще в середине XIX века и устроили церковь, надстроив на крыше маковку. Кстати, церковь действует до сих пор, можно зайти. Я рекомендую. В Стамбуле время Марья Ильинична не теряет. Надо обязательно в Константинопольскую Патриархию заглянуть. Там церковь Святого Георгия со святынями из храма Софии. Еще надо зайти в Аблахернский храм Богородицы к живоносному источнику Балуклея и, конечно же, в сам храм Святой Софии. А завершить все это надо визитом в русское посольство, помолиться в тамошней русской церкви. По всем этим местам паломников проведет местный грек за 20 копеек серебром. Целая толпа греков стоит перед Пантелеймоновским подворьем, по-русски даже более-менее говорят. И спустя три дня Марья Ильинична опять поднимается на борт парохода общества Ропит и двигается дальше, на юг, в Яффу. В это плавание, которое продлилось в два раза больше, чем от Одессы до Стамбула, с остановками в Смирне, это современный Измир, Триполи и Бейруте, Марья Ильинична послушала много всего от разных опытных паломников. Среди них был один 80-летний старик, который уже шестой раз ехал в Палестину. И вот, что он говорил. По нынешнему времени негоже добром вспоминать о старом времени. Доброго от упору мало было, а тяга-то одна. Дорого доставалось и мне, да и всякому православному, кто захотел поклониться гробу Господню да сходить к Иерусалиму. Ну то есть, если вам кажутся ужасными холодные деревянные скамьи поездов, душный прокуренный трюм, вши, вонь в подворьях для паломников, то на самом деле это уже суперсервис и прогресс. Потому что раньше люди просто шли всю дорогу пешком через Кавказ и ночевали на земле. Вот как путешествие проходило за 50 лет до этого, то есть до возникновения императорского православного палестинского общества. Тот старик шел до Иерусалима два года и кормился подаянием и паденными работами. По дороге несколько раз он сидел в разных тюрьмах Турции за бродяжничество, выучил немного турецкий, с тех пор с подаянием стал получше, несколько раз был избит, несколько раз христиане, греки и армяне давали ему приют, он терялся в горах, на рынке в Дамаске на него указал пальцем дервиш, его чуть не растерзала толпа. В горах и медведей, и волков пестрых, и пардусов встречал, но они мне зла не делали, да и злые люди, видя меня, бедна, нога, нища и изможденно, не трогали меня, а добрые даже кормили меня. Есть благодаря Господа и межнехристей добрые странных кормильцы, иной бежит за тобой и несет тебе в святую милостыню хлеба или плод от своей щедроты. Пардусы, это если что большие кошки, скорее всего и гепарды имеются в виду, и да, они тогда водились в тех местах. На седьмой день пароход подошел к порту Яффы. Тель-Авива не существовало еще тогда, и здесь в бухте много рифов, поэтому пароход останавливался в трех километрах от берега, к пароходам подплывали на лодках Арабы, которые, торгуясь просто до потери пульса, принимали пассажиров, а потом по волнам надо было добраться до берега. Суета, жара, духота, волны, хочется, наконец, уже ступить на твердую землю. Наконец, Марья Линична на берегу и крестится. Вот она и на святой земле. Меньше чем через месяц после отправления из Томска. Ну, тут надо опять сначала пройти проверку паспортов, после чего паломники в сопровождении специального проводника от русского консульства длинные вереницы идут на вокзал и садятся там на поезд до Иерусалима. В Томске в это время еще снег лежит, а из окна поезда видно, как цветут апельсиновые деревья и колосится пшеница. пришел поезд, и из вагонов начинают вылезать русские паломницы. Это серо, бедно и, если хотите, грязно. Не развиваются флаги, не встречает консул. Усталые, молча надевают они на плечи котомки, берут в руки палки и под руководством проводника, подгоняющего отсталых, идут длинным пыльным путем в русские подворья. Но посмотрите, каким крестом они крестятся. Слушайтесь, какие молитвы шепчут их запекшиеся уста, какой взгляд и выражение полное смирение и умиление, и вы невольно умилитесь вместе с ними. Тут, на железнодорожной станции Иерусалима, невероятная сутолока. Арабы, евреи, армяне толпами наседают на прибывших, предлагая свои услуги. Носильщики, извозчики, хозяева постоялых дворов и комнат, продавцы всякой еды, монахи разных монастырей встречают группу. В общем, полный хаос. Наши паломницы выруливают на дорогу вдоль долины Енома, доходят до стен старого города и сворачивают налево на Явскую дорогу. Все в пыли, по дороге видны монахи разных христианских монастырей, османские чиновники в фесках, арабы в чалмах, евреи в шляпах и с пейсами, европейцы в костюмах. И, наконец, Марья Ильинична со всей группой доходит до Елизаветинского подворья, примерно в полукилометре от стен старого города. Марья Ильинична на месте, можно и отдохнуть. Все паломники, разместившись в подворье, идут в столовую, где по случаю их прибытия отслужили молебен. Русские постройки занимают большой квартал недалеко от старого города. Тут стоит огромный Свято-Троицкий собор, Елизаветинское, Мариинское и Сергиевское подворья, больница, офис палестинского общества, здание русской духовной миссии, русско-генеральное консульство еще здесь есть и другие постройки, и всем здесь управляет и ППО. Ну, то есть, кроме консульства, естественно. Одновременно во всем этом квартале может расположиться две-три тысячи паломников. На следующий день после прибытия Марья Ильинична, как и все остальные, по совету покупает себе зонт от солнца. Эта вещь абсолютно необходимая, на нее стоит потратиться. Вокруг русского подворья куча лавок и уличных торговцев. Продают иконы, книги, свечи, картины, масло, ладан, еду и зонты тоже продают. Продавцы говорят немного по-русски и даже принимают российские копейки. Первым делом Марью Ильиничну со всей группой новоприбывших ведут в Иерусалимскую патриархию. Здесь им устраивают приветственную трапезу, которая состоит из чашки кофе и горсти изюма. Затем паломники проходят через церемонию омовения ног. И именно для этой церемонии Марья Ильинична ввезла с собой чулки. Чисто ради этого события. Омовение проводят греческие монахи. Если что, все священнослужители Иерусалимской патриархии и греки. После чего паломники удостаиваются благословения от самого патриарха Иерусалимского. То есть все по высшему разряду. Дальше монахи записывают имена для поминовения в молитвах. И Марья Ильинична скрупулезно перечисляет всех своих соседей, которые дали денег на поездку. Конечно, за все это монахи собирают деньги. Немалая вообще часть денег, которая привезена Марьей Ильиничной, уйдет в пользу греческого священства за разнообразные духовные услуги. После этого паломники в сопровождении проводника и монахов отправляются в святая святых в храм Воскресения, он же храм Гроба Господня. У входа Марья Ильинична целует камень Миропомазания, молится у самого Гроба Господня, целует камень, который ангел отвалил от пещеры, в которой лежало тело Иисуса Христа. Камень этот тут лежит тоже, да. Видела вход в саму эту пещеру, потому что храм построен на Голгофе. По крайней мере, Марья Ильинична точно в это верит беспрекословно. За следующие несколько дней Марья Ильинична побывала в гробнице Богородицы в Гефсиманском саду на месте Вознесения Христа на Елеонской горе. Там еще рядом можно помолиться в русском Вознесенском монастыре. Затем, если спуститься немного, можно еще помолиться там же в русской церкви Марии Магдалины. Еще она была в русском подворье Александра Невского в старом городе неподалеку от храма Гроба Господня. Была в церкви у порога судных врат, в овче купели и Марья Ильинична еще прошла обязательно, конечно, по крестному пути, по которому Христос по преданию нес свой крест. Была в Горденском русском монастыре, а еще один день был потрачен на поход в Вифлеем с посещением храма Рождества Христова. Во всех этих местах на улицах старого города и у святынь царила страшная сутолока. Местные жители продавали сувениры, навязывали услуги, воровали и просили милостыню. У источника Девы Марии в Кедронской долине арабы отбирали кружки у туристов, требуя оплаты. Путешественник Данил Мордовцев писал, «В самых недоступных трущобах я встречал русские типы богомолок и богомольцев всевозможных покроев. Российский элемент положительно преобладает в священном городе. В каждой лавочке вы наткнетесь на черный платок национальное знамя богомолок. Они везде неистово торгуются и непременно по-русски или по-украински с помощью мимики и пальцев». Марья Ильинична выполнила все просьбы односельчан. За всех помолилась и поставила свечки, заказала, кому требовалось молебны о здравии и за упокой, купила иконок, крестиков, ладанок, а еще заплатила рубль серебром и сделала у араба в лавке татуировку на локте. Иерусалим, 10 апреля 1900 года. Это не шутка. Многие паломницы били татуировки. По вечерам, когда садилось солнце и по улицам гулять становилось опасно, в русском подворье проводились специальные встречи-лекции. Начинались они, конечно, с молитвы, затем читалась Библия, история церкви, толковались отрывки из Евангелия, рассказывалось о разных святых местах в Палестине. И все это, конечно, в сопровождении слайдов, как и в Томске. Причем задача тут была не только в просвещении. Дело в том, что после возвращения Марья Ильинична и другие паломники будут пользоваться просто непререкаемым авторитетом в своей деревне. И за пределами деревни тоже, конечно. Она будет бесконечно рассказывать о путешествии, и к ней все будут ходить за советом. А у крестьян было довольно своеобразное понимание христианства. И вот первой задачей этих лекций в Иерусалиме было религиозное просвещение. Ну просто, чтобы паломники потом не несли дичи. И одновременно там, конечно, внедрялись разные полезные для государства идеи. Про то, что Палестина – это православная земля, и что всякая власть от Бога. А еще Марья Ильинична отдельно интересна местным монахам, потому что она из Сибири. Традиционно вообще сибиряки довольно индиферентно относились к церкви. Многие привыкли жить совсем без нее. И поэтому на Марью Ильиничну тоже был некоторый расчет. Возможно, у вас давно возник вопрос. Надо, наверное, пояснить, что это вообще такое за императорское православное палестинское общество. Ну, это не коммерческая организация, не государственная. Идея о создании общества пришла в голову русским священникам в Палестине. Они довольно быстро нашли понимание и поддержку вверха, устав утвердил император Александр Третий в 1882 году. Председателем общества стал его младший брат и, соответственно, дядя Николая Второго Сергей Александрович. Ну, понятно, что рулил на самом деле не он. Финансирование было пожертвованиями, но большую часть на самом деле давала казна. Это общество считалось очень важным и полезным институтом. И паломничество вообще было не единственной задачей общества. Они еще открывали довольно много школ в Палестине для арабов. Они занимались научными исследованиями, но самым известным их делом было, конечно, паломничество. Кстати говоря, с точки зрения палестинского общества, вот этих всех подворий и монастырей, паломники были идеальными, как бы, туристами. Ну, их нельзя называть, конечно, туристами, строго говоря. В общем, цитата. Святые отцы говорят, что если странник все терпит с любовью и всякого рода лишений и труды переносит с покорностью и истинным христианским смирением, то таковому велия награда будет на небесе от Господа, который сам о себе сказал. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имеет где преклонить голову. В общем, родные, если скамья жесткая или вода грязная или в общем помещении пахнет из отхожего места, так это и к лучшему, поближе к Богу, а после смерти вас Бог вознаградит. Да, кстати говоря, помимо посещения святых мест и слушания лекций, Марья Ильинична с другими паломницами выполняет еще разную грязную работу в подворье. Она моет полы и окна, стирает белье монахам, чинит им одежду, в общем, делает, как тогда считалось, бабью работу всю, которую должны делать бабы. Я тут просто хочу напомнить, что лучший способ поддержать меня или студию это подписаться на мой Boosty или Patreon или на подписку студии либо-либо плюс в Apple подкастах. Во всех этих местах есть после каста к каждому выпуску, к этому тоже, и записи моих оффлайн лекций. Ну а в остальном есть различия. По подписке либо-либо плюс у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии. И еще отдельно к эксклюзивному подкасту студия, который рассказывает, как устроена у нас работа. А вот на Patreon и Boosty есть уже лично от меня разные истории текстом. И тоже эксклюзивный разговорно-исторический подкаст Братислава, который мы делаем вместе с моим братом. Мы там рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории из прошлого и обсуждаемых. Подписка это лучший способ нас поддержать. Ссылки все в описании. Но Иерусалим это, конечно, не все. Спустя неделю Марья Ильинична присоединяется к каравану паломников в Назарет. Караван состоит из нескольких сотен человек. Там идут конные, пешие в повозках, идут православные, католики, арабы-христиане и мусульмане. За участие в караване Марья Ильинична заплатила русскому консульству 30 копеек за билет. Без билета русских паломников в караван не пускают. Считалось, что эти деньги идут на охрану. Ну, охрана у каравана действительно была. Но только вот все остальные паломники, которым не посчастливилось быть православными, они ни за какой билет не платили. Просто шли в этом караване. И билеты эти проверяли только на выходе из русского подворья. В общем, на путешественниках все стараются заработать во все времена. Караван отправляется с молитвой, ревут периодически ослы, на привалах Марья Ильинична пьет воду из чайника и зонт. В этом путешествии, конечно, сильно пригождается. Караван до Назарета идет примерно неделю через Рамаллу, Самарию, Дженин и Фавор. Ночуют прямо на земле и вот как путешественник Александр Елисеев описывал ночевку такого каравана. Чрезвычайно живописный вид представляет наш караван, раскинувшийся в тени маслиновой рощи под сенью пальм на журчащем приветливом ручейке. Везде видны живописные группы людей и животных. Местами вспыхивают среди темной зелени небольшие костерки, то паломники заварили себе по русскому обыкновению чайку в походных чайничках. Турецкие солдаты, опершиеся наружье, как тени, видняются среди привольно расположившихся групп паломников. Орои блестящих зеленых светляков, которые очень обыкновенно весной в зеленеющих оазисах Палестины, как искорки, носятся и трепещут по всем направлениям над успокаивающимся мал по малу караваном. Вокруг все тихо, только журчит звонко ручеек, да изредка покрикивает гиена или шакал в горах, вскрикнет иногда с просонью уставший осел, паломник в полуночный час произнесет молитву или проворчит от бессонницы, а затем опять все тихо, безмолвно, все спит под голубым небом Палестины. В Назарете палестинское общество тоже имеет странно приимный дом, это небольшое двухэтажное здание с двориком, и за следующие несколько дней Марья Линична посещает католический храм, построенный на месте Благовещения, храм, который стоит на месте мастерской Иосифа, ну, так считается, по крайней мере, смотрит другие святыни города, где родился Иисус, набирает воду в бутылочку в греческом монастыре живоносного источника и затем назад в Иерусалим тем же путем. Немного отдохнув в Иерусалиме, Марья Линична сходит с другим караваном еще и на Иордан, туда идти быстрее, всего два дня к месту, где по преданию крестили Иисуса. Здесь, после молебна, Марья Линична окунулась в воды Иордана в специально приготовленные для этого белые рубашки. Помните, да, я говорил, что из дома она взяла чистую рубаху, и вот рубаха как раз уже для этого. Но еще, конечно, она набрала воды из Иордана и срезала себе палку с куста. Делать посохи из кустарников, которые растут по берегам Иордана, в какой-то момент стало просто очень популярным. Все паломники из России шли назад с посохами, некоторые даже не с одним. Самые деловые вообще нанимали осликов, на которых везли вязанки палок и бурдюки с Иорданской водой. На продажу, естественно. Но это все еще хорошо, потому что многие не стеснялись и выдавали за Иорданскую воду и Иорданские палки и вообще все, что угодно, любую воду и любые палки. Вот паломник Григорий Ширяев вспоминал. Другие сходят в Иерусалим не раз для того только, чтобы в России сбыть по дорогой цене купленные ими крестики, образки, четкие, елеонские стопы. Случалось же мне встречать таких странников, которые наберут разных морских раковин, растений окаменелых, да и толкуют. Вот это ноготки самого Христа Спасителя. Вот это ухо Малхараба, которое урезал апостол Петр. Вот это, указывая на кораллы, это запекшаяся кровь младенцев за Христа избиенных в Вифлеене царем Иродом. Марья Ильинична возвращается в Иерусалим как раз к Страстной неделе, чтобы встретить здесь Пасху. Во время Православной Пасхи город больше всего заполнен паломниками из России и даже местные нищие прося милостыню говорят «Христос воскресе» по-русски. Всю неделю Марья Ильинична посещает все службы, на которые может попасть. В субботу, конечно, приходит на схождение благодатного огня. В этот день не только площадь перед храмом, но и крыши домов вокруг заполнены народом. Тут православные русские арабы, тут армяне, тут католики, тут копты, тут мусульмане. Всем хочется посмотреть на чудо. Волнение царит страшное. Все смолкает в напряженном ожидании, но ненадолго. Православные арабы фанатическая, страстная натура, которых проявляется и в христианстве, как и в исламе, энервирующимся последнюю, не могут быть индифферентными даже в трепетные минуты священного ожидания. Сперва глухой ропот раздается вокруг гроба Господня. Он переходит скоро в рок от толпы, начинающей волноваться, как море при свежем порыве ветерка. И это волнение наэлектризовывает толпу. Будет в ней фанатизм, дразнит страстную натуру, и требование благодати в христианском храме, сцена, остающаяся на веки в памяти всякого присутствующего со всеми ее деталями. Крики и возгласы «Наша благодать! Наша благодать!» Моление о скорейшем низведении ее, шум, гам, топанье ногами, хлопанье в ладоши и даже порывистые движения руками и ногами напоминают скорее храм язычников или священный танец зикар дервишей в монастырях Каира или Стамбула, чем христианский храм, чем окрест гроба Господня. После снисхождения огня Марья Ильинична идет в подворье. Она оплачет, потому что здесь в ужасной давке, которая началась после раздачи огня, ее чуть не затоптали. Марье Ильиничне даже удалось зажечь свою свечу от соседа, но в сутолоке она выронила свечу и осталась без огня. Но все печали прошли в воскресенье на пасхальной службе, которую проводил сам патриарх Иерусалимский. Все задачи выполнены, пора домой. Домой Марья Ильинична возвращается тем же путем. Все путешествие целиком заняло около трех месяцев. Так что в начале лета, когда в деревне начинается страда, она уже дома. С собой она привезла множество подарков. Это иконки, лампадное масло, свечи и ладан с улицы Иерусалима, вода из Назарета и Ордана, свой орданский посох, землю и камни из Палестины, чулки, в которые ей обмывали ноги, и рубашку, в которой она купалась в Ордане. Часть из всего этого она раздала соседям, которые вложились в ее поездку. Часть отдала семье и часть оставила себе. Конечно, после этой поездки Марья Ильинична приобрела невероятный авторитет. Вот, например, как описывал журналист Благовещенский отношение к людям, побывавшим в Святой Земле. Огромную роль играют в нашем простонародье эти странники, бывшие за морем, видевшие гроб Христов и с напряженным вниманием слушают народ их речи, верят каждому слову. Помню я один случай. Я был в одном семействе, где все собрались около захожего странника и слушали его рассказы об Иерусалиме. В это время вошла в комнату старуха-служанка и, узнав, в чем дело и кого она видит, молча подошла к страннику, положила перед ним три земные поклона и поцеловала грязную подошву его сапога. Ты, дескать, этой подошвой попирал в Святую Землю. Каждый следующий год на крещение Марья Ильинична выливала в обь небольшую рюмочку иорданской воды, чтобы те, кому не привел Господь побывать в Палестине, могли бы хотя бы испить от нее. Когда соседи Марьи Ильиничны помирали, то не было больше благодати, чем иметь в гробу иконку из Иерусалима или камешек или щепотку земли от Марьи Ильиничны. А рубашку и чулки, привезенные из Палестины, Марья Ильинична с тех пор никогда не надевала. Они хранились на смерть и похоронили Марью Ильиничну в них. С вами был Аксенов Андрей, подказ Закат Империи студии Либо-Либо. Этот выпуск вместе со мной готовили. Фактчек Алексей Бакатов, редактор Катерина Серебренникова, звук дел Семен Аксенов, партнерствами занималась Анна Орландцева. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин